Друзья, этот ролик будет полезен всем тем, кто хочет организовать в бане пространство для принятия мытейных процедур. И думает, что ему поставить. Может быть душевую кабину или купить какой-то душевой поддон. Или сделать пространство для принятия душа самостоятельно. Ну, допустим, как сделали мы. У нас тоже сначала стояла душевая кабина, потом был вот такой белый большой метровый душевой поддон. Но все это как-то не по-банному, что ли. Нет какой-то банной харизмы. Поэтому мы решили это пространство сделать самостоятельно. У нас был дощатый пол. Ну, и есть дощатый пол. Сороковка лежит. Потом мы постелили сюда листы гипсокартона, а сверху настелили керамическую мозаику. Очень хорошее, я считаю, решение. Но все-таки есть одна ошибка. И я бы хотел вас предостеречь от совершения как раз таковой. Итак, что мы сделали? Постелили керамическую мозаику. Потом я сделал вот такой каркас. Здесь примерно, ну, где-то метр восемьдесят на где-то восемьдесят сантиметров. Сделал каркас из пятидесятого бруса. Его отбил гипсокартоном и постелил на гипсокартон керамическую мозаику. Получилось очень здорово. Это все эстетически очень привлекательно выглядит, очень удобно. Кстати, хотел сделать там теплый пол, как раз от банной печи, как у меня организовано в парной. Но почему-то не стал этого делать. Вот сейчас жалею. Но скоро предстоит переделка. И думаю, что я все-таки это сделаю. А в чем проблема? Друзья мои, доска гуляет. Я почему-то думал, что пускай она там гуляет. Сверху лежит двенадцать с половиной миллиметров гипсокартона. Потом еще клей. Очень хороший клей, кстати, мы покупали для мозаики. Гипсокартон КНАУФ. И сверху лежит мозаика, и все с ней будет хорошо. Нет, друзья мои. Доска особенно зимой гуляет. И мозаика тоже начинает гулять. Она гуляет. Появляются трещины. Я вам показываю как раз свеженькую трещину. И когда вы принимаете душ, туда заходит вода. А когда наступает здесь мороз, мы баню постоянно не отапливаем. Все-таки она на даче. Будет слишком расточительно ее отапливать постоянно. Соответственно, сюда идет мороз. Водичка там вскрывается и приподнимает мозаику. И такая картина у меня практически каждый год. То есть каждый год я снимаю вот эти листы. И, соответственно, клею новую мозаику. В принципе, если бы здесь была хорошая положительная температура, и доска бы так не гуляла, все было бы нормально. Но вот есть отрицательная температура. Есть вот это проникание воды, ее замерзание там внутри. И, соответственно, мозаика начинает гулять. Сейчас, не знаю, видно ли это в камеру, но я прямо вот продавливаю и чувствую, чувствую, как она гуляет. Вчера вот принимали баню, и, соответственно, пока ничего не замерзло, мозаика гуляет. Что я планирую сделать? Я планирую все вот это вскрыть. Туда песок, все это утрабовать, чтобы именно вот этот участок был, ну, такой твердый. Потом залить все это бетонной стяжкой. Думаю, что все-таки я сделаю трубки теплого пола, как у меня в парной организовано. И уже потом настелю сюда, настелю сюда мозаику. Уже нашел давно мы делали, несколько лет назад. Но еще она есть в продаже, с производства снята. Но, тем не менее, имеются запасы. Есть у меня артикул. Поэтому думаю, что куплю пару пачек. И, соответственно, вот это мне придется делать. Поэтому, друзья, если вы выкладываете плиткой собственный вот такой собственноручно сделанный поддон, знайте, что если вы выкладываете плитку на доске, даже если на ней лежит гипсокартон, все равно плитка может гулять. И вот в эти щели, которые вы заполняете затиркой, все равно водичка будет проникать. И если баня не отапливается, плитка у вас будет вскрываться. Мы сделали эту ошибку. Я знаю эту ошибку. Кстати, и отдельные квадратики тоже очень неплохо отсюда выходят. Я сделал эту ошибку. И вот по весне теперь мне все это переделывать. Вот предостерегаю вас от совершения оной. А так, собственноручно сделанный душевой поддон, душевое пространство очень хорошо вписывается. Если приложить к нему мастерство, смекалку, если приложить к нему душу, очень хорошо все это выглядит. Все, друзья, спасибо всем за внимание. Надеюсь, натолкнул вас на какую-то умную мысль. Предостерег от чего-то. Навел на что-то. Смотрите другие наши ролики по теме бани, курятника, дачи и так далее. У нас отопление всей бани происходит только от банной печи. Работает банная печь. На дымоходе стоят два теплообменника, заполненные антифризом на основе пропиленгликоля. Ну, соответственно, дымоход греется, греет антифриз. И антифриз идет в как раз теплый пол. Здесь трубки теплого пола под мозаикой. И также антифриз идет в радиаторы отопления, которые у меня расположены в комнате отдыха. Первый и второй. Зимой, если на улице минус 10, то в бане тоже где-то минус 8. И требуется мне полтора часа, час сорок, для того, чтобы протопить баню. И, соответственно, тоже здесь было все хорошо. То есть мы не используем в бане никаких дополнительных обогревателей, электрических, дизельных, там на бензине, может быть на газу. То есть все у нас выполняют именно радиаторы отопления, которые греются антифризом, которые греются в теплообменниках на дымоходе. Оставлю обязательно ссылку в описании к этому материалу. Ну и думаю, соответственно, пустить такую же трубку. Пока не знаю, как я это сделаю, но как-то я должен это сделать. Пустить трубку и закольцевать, сделать вот тут теплый пол. Баня работает, очень много тепла выходит в атмосферу. Почему бы его не использовать на обогрев пола? Очень приятно будет ножками вставать в теплый поддон. Вот так. Ну все, друзья, заговорился я что-то. Адьос, амигус. До следующей встречи.